Девушки отдыхают 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 Паспи! О, Господи! Эй, ты че творишь? Нет, ну че с красел, а? Ничего страшного. Это хоккей. Ты считаешь, что нам нужно еще что-то обсуждать? Ну, что ты сидишь? Оля! Оля! Так больно? Да нет, нормально вроде. Ты зачем на рожон полез? Недавно только плечо вправляли. Мам, как там счет? Да какой счет, боже мой? Боже мой, тебя чуть не убили, а что с ним, а? Да ничего страшного, не волнуйся. Просто пошла кровь. А для вас вот эта вот пошла кровь? Мам, ну это раздевалка. Ну что ты здесь делаешь? Сюда нельзя. Сейчас я сама решу, что мне можно, а что мне нельзя. Так, все мне пора налет. Так, сядь. Сядь, Саша. Мама права. Ты на сегодня все отыграл. Молодец. Принес два очка команде. Красавец. Так, Саша, послушай меня. Мам, выйди отсюда, пожалуйста! Отставь! О, мой горе! Встречай его! Ну, жестче! Хорошо, хорошо! Сяно Щукина, сделайте мне три-два. И бросать, 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 бросать! Ай! Где защита? Булатеры! Блин! Булит. Сто процентов булит будет. Дима! Бакин! Бакин! Да. В рамку! О! И мой при деле! Сыно мой, Сеня! Сеня, давай! Семен Бакин, номер 38. Молодцы, Сеня! Молодцы, Сеня! Ай, сынок! Ай, красава! Бакин! Дима! Пошел! Куда? Куда на скамейку? Пацан такую плюху взял! Не, ну ты видал? Извините, я прошу прощения. Пора, пора. Пора. Кафедра. Такую взял, ну! Ребята, я борзелся, все всегда клюшку цепляют. Отберемся! А что, черепахи, держитесь? Ты что, клоу, выступить хочешь? Кисляк, давай! Пошла вода, горячая! За грубость, двойным малым штрафом и 10-минутным дисциплинарным штрафом наказывается игрок команды «Медведи» Андрей Кисляк. ПОЁЛЕЙ КИЛИЦКЛОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЁЛЕЙ КИЛИЦКЛОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Кулот! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Старай, Сно! Сно! Принимай его, принимай его! Дима, давай! Шайбу в ворота команды «Медведи» забросил Максим Мыльников. Номер 29. Команда «Снежные лисы». Матч окончен! Привет! Ну, ну, не расстраивайся так. Дай письмо. Марин, прости. Не до тебя сейчас. Давай вечером погуляем, развеешься. Погуляй сегодня одна, ладно? Ну что, ковальчуки и овечки. Все забивать ломанулись, да? А в защите Пушкин будет отрабатываться? Чего ты на меня-то смотришь? Ты на себя посмотри. У меня в этот момент даже на поле не было. Чуть что, я не я и рожа не моя, да? Кисляк у нас в этом вообще чемпион. Рот закрой. Сам закрой. Успокойтесь. Как языком трындеть, все у нас тут резвые. А на поле, как мухи вареные. Кому просрали-то? Лисам? Последнее место, как детей сделали. Ужики-шухи. Где ты, ребята? Вашу мать! Вашу мать! Шестое поражение за сезон. Шестое поражение за сезон. А тут никакие ворота не было. А посрались по самую макушку. Не угадал. И с такой игрой вы губы раскатали на МХЛ? Вас аутсайдеры размазали, как щенков. А вам смешно? Да вы и есть щенки. Степан Аркадьевич. Что, Степан Аркадьевич? Что, Степан Аркадьевич? Степан Аркадьевич с вами разговаривает, как с глухими. Как вот с этой стеркой. Степан Аркадьевич вам говорит прессинг, а вы пять здесь. Степан Аркадьевич вам говорит в пас. Орет в пас. А вы возитесь. А может, мне кто-нибудь объяснит, как это называется? А это называется, верхи не могут, низы не хотят. Я в туалет. Ребята. А я ведь вам не нужен. Проигрывать вы и без меня умеете. Счастливо. Он совсем ушел, что ли? Не, ну, дед всегда уходит. Ну, че, девчонки, обострались и стоим, а? Белый танец. Ап! Пошел ты. А че такое? Эй, парень, ты же хоккеист? Нет, блин, лесоруха. Ты же из Медведя вроде. Опять проиграли. Вас это интересует? Так, слегка интересуюсь. Ну, тогда все понятно. Что понятно? Одни слегка играют, другие слегка интересуются. Вообще-то мне нужен Андрей Кисляк. Он еще здесь? Да, наверное, здесь. Можешь позвать? Не могу. Не хочу туда возвращаться. А если я скажу, пожалуйста? Ну, тогда это в корне меняет дело. Сейчас вернусь. Слышь, тормоз, ручника с ним есть. Сам ты тормоз, еще и криворукий. Это кто криворукий? Ну, а кто пустым воротом попасть не может, а кто-то криворукий? Это мне говорит кривоногий вратарь, которому сегодня двадцать копеек нарисовали. Слушай, Димон, тебе реально надо в юбки играть. Может, хоть так шайба запутает? Че ты сказал? Мало того, что кривоногий, еще и глухой. Слышь, ты косоглазый, блин. Че, а вас здесь совсем? Э-э-э, хватит! Че, успокоиться до сих пор не можете, что ли? Придурок. Козлина. Где Кислый? А где в душе, где? Кислый! Да здесь! Че застрял? Позор смывай! Давай быстрее, там у тебя девушка на улице ждет. Рыжая? Да нет, темненькая, с длинными волосами. Блин! А че такое? Да задолбала уже! Вроде симпатичная. Понравилось? Я б тебе уступил, ну понимаешь, влюбилась как дура у меня. А бросить не могу. Родители наши дружат, ну и поженили нас с детства. Вот. В общем, крайне она здесь не вовремя. Поможешь мне? Ты это о чем? Ну, придумай, че. Не скажи, что у меня нет, я не знаю. Э-э-э, Кислый, не-не-не, я пас. Ты с своими девушками сам разбирайся. Сейчас он выйдет. Спасибо. Не за что. А мне, кстати, Ян зовут. Саша. Саша Костров? Девятый номер? Ты молодец, шайбу забил. Молодец-то, когда мы выиграли. А мы сливаемся и всем пофиг. Ну, тебе же не пофиг. Значит, уже не всем. Да ладно, может не все так плохо. Откуда ты знаешь, что там чувствуют другие? Ты можешь отвечать только за себя. Ян, у нас и так все только за себя. Ладно, извини за негатив. Было приятно познакомиться и спасибо за поддержку. Привет. Привет. Чего ты улыбаешься? Я тебя вчера весь день ждала. Ну, я же объяснил. У меня был матч, нужно было выспаться. Выспался? Я ждала, мог бы просто позвонить. Ну, я серьезно. Тренировка плюс институт. У меня тоже институт. Я устал и есть хочу. Слушай, знаешь, наверное, твой друг прав. Я наконец-то поняла, кто ты. Кто? Ты из категории тех мужиков, которые думают только о себе. Ян-то глупо. И я о том же. Ну, правда, серьезно. Дура, а. Ладно. Все. До завтра. Ну что, Третьяк, профукали? Пап, давай только ты не начинай. А потому что это не команда, а шлифок корове на льду. Нет, есть, конечно, один игрок. Только он сидит, щитки протирает. Ну, пап. Что, пап, что, пап? Ты такую банку взял. А тебя опять в запас. А знаешь, почему ваша команда проиграла? Почему? Потому что в команде одни блатные. Да какие блатные, пап? Обыкновенные, сынок. Играли в детей, кто умеет. А у кого папа и мамы. Ну, что ты такое говоришь? А я знаю, что говорю. Одним словом. Мафия. Чего встал? Пошли. Привет, Дим. Привет, мам. Проходи обедать, Дима. Я не голодный. Так, спокойно. Ну, я понимаю, проиграли. Ну, бывает. Бывает. Куда ты знаешь? Ну, что, явился вратарь? Я уж и забыл, что у нас такое в команде есть. Слушай, если у тебя с памятью проблемы, ты к врачу сходи, ладно? А то завтра забудешь, как на коньках стоять. Слышь, Димон. Да что слышь, Димон? Так, слышите, вы оба, ну-ка, прекратили. Что устроили? Как будто не братья, а соседи какие-то. Не была бы я вашей матерью, подумала бы, что вы в разных командах играете. Так, все. Быстро руки мыть. И за стол. Девушка, далеко собрались? Гуляю, а что? Одна или с кем-нибудь. Сегодня рекомендовано одной. Вас подвезти? А подвези. Мам, я столько не съем. Ничего не знаю. Вот вам по две шайбы, пока под вагон не забьете, из-за стола не выйдете. Ты что делаешь? Для мозгов полезно. И потом ты ж три банки пропустил. Три. Вот три лопай. Слушай, ты достал меня уже. Я все слышу. Мам, слушай, отдай Димон пятьсот рублей. Зачем? Пусть он тебе юбку купит. Саша. Да. Как плечо? Нормально. Вазген сказал, жить буду. Какой еще Вазген? Василий Геннадьевич, наш врач. Просто у него кличка такая – Вазген. Ты себя слышишь? Клички у них. Ты же на глазах деградируешь. Тебя кроме хоккея ничего не интересует. Ты учебник физики когда последний раз в руки брал? А это тут при чем? При том. Саша, мы приняли решение. Ты должен оставить хоккей. Как? Вы же обещали. Мы же договорились, что я уйду из хоккея, только если наша команда не попадет в молодежку. А какая молодежка? Вы третий год в чемпионате области. Где результат? Грамота за пятое место. У нас просто период сейчас такой. У вас все три периода такие. Папа прав. Саша, у тебя выпускной год в школе. Отец договорился на кафедре. У тебя начнутся подготовительные. У тебя не будет времени на хоккей, понимаешь? Вот именно. Вообще, давайте прекратим этот бесполезный спор. Все. С сегодняшнего дня тема хоккея у нас закрыта. Для вас, может, и закрыта, а для меня нет. Ты что сделал? Ты знаешь, сколько оно денег стоит? Моих денег. Ясно? Пока ты живешь в моем доме и ешь мой хлеб, будет так, как я сказал. Понял? Да подавись ты своим хлебом. Саша, Саш. Стас, ну что ты стоишь? А что я должен делать? Ну он ушел. Ну и пусть. Проветрить мозги и вернется. Да-а-а-а-а… Да-а-а-а… Ноjalá… Часто в моих безотказных ст 우리 страстей Здрасте treatment Меняет краски счастья раз в день С тобой в опасность, без тебя в тень Этой прекрасной песней место здесь Между моим и твоим сердцем Между баррикадой и бресней Вместе, вместе Это ли не счастье, но Душа летела над лужами Но не апреля прослужен был Твоим смертельным оружием Видимо, сам я себя убил Душа летела над лужами Но не апреля прослужен был Твоим смертельным оружием Видимо, сам я себя убил Так без отказных страсти прости Холодный дождь откуда-то возник Иди под зонт и руку возьми Давай вернемся хотя бы до восьми Мой город стих и ноты насти И этот час дремонт и насти Здрасте, здрасте Это ли не счастье, но Душа летела над лужами Но не апреля прослужен был Твоим смертельным оружием Видимо, сам я себя убил Душа летела над лужами Но не апреля прослужен был Твоим смертельным оружием Видимо, сам я себя убил Наша пиза приехала Костро, привет 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 Костер Тебе что? Да ладно, ничего уже Давай Это дружанер, это твой стиль Твое оружие против моих сил Мой город стих и ноты насти И этот час дремонт и насти Здрасте, здрасте Это ли не счастье Но, о-о, душа летела над лужами Но не апреля прослужен был Твоим смертельным оружием Аркадьевич Да ладно Да не переживай ты так У тебя же сердце Завтра все наладится Не будет никакого завтра Ты же старый астронавт Не из таких ям команду вытаскивал Какая команда? Где ты ее видишь? Они вместе Не то что играть Они разозлиться Вместе не могут Они вместе могут только ржать Ну, смех это защитная реакция Реакция у них, как у Кисляка на девочек Ну, хорошо, а Костров? Да я уверен, что за Кострова давным-давно Родители уже все решили А ты говоришь, команда Степан Аркадьевич, ты хороший детский тренер Но пацаны выросли Может быть, ты просто перестал их понимать? Да понимаешь Я смотрю на них И не вижу Я Хоккеистов в них Не вижу Они Для меня как будто мертвые А Оживить их я Не могу Может кто-то другой и сможет Поверь, я буду Только рад Вот ищи такого А его отдам Удачи тебе Ну и Работа поменьше Ты, завтра, прощаться с ними придешь Да зачем? Они и так Все мои фразы наизусть Знают Ты че там трешься? Да я Да так Дома проблемы? Понятно Как плечо? В порядке Слышал разговор? Да Так вот запомни Если тренер теряет надежду Это только его проблема Не твоя Подумаешь, проблема Записали в мертвецы Саня Послушай Я тебе пафосных историй Рассказывать не буду Про великих хоккеистов Ты сам их прекрасно знаешь Скажу только одно Что всех их ломали Вся эта романтика Шум арены Олимпийские медали Это все, конечно, очень красиво И хорошо Только это не хоккей Это так Сказка для сопливых детишек А хоккей Это когда тебя ломают Гасят силы, надежду А ты все-таки выходишь на лед И играешь Несмотря ни на что Вот это хоккей Пойдем, открой медпункт Выспишься хоть по-человечески Так ты в игре, астронавт В игре Вот и хорошо Пошли Пацаны Пацаны Новый слыхали? Какой он? Дед уволился Ладно, он постоянно увольняется У него хобби такое, дверьми хлопать На этот раз серьезно Написал заяву и свалил Сказал проще в морг на коньки поставить, чем нас И что теперь? А ничего, пошли пиво пить А я не пью пиво Так надо начинать Так, я не понял, астронавты Вы что, в раздевалке собираетесь тренироваться? Так, вы что, не знали? Дед, Степан Аркадьевич, он же уволился И что? Тренировку никто не отменял Живо на лед Ну, значит, пиво пить не будем Это что за грецки? Слышь, дядя У нас тут вообще-то тренировка Я вам больше скажу Она уже пятнадцать минут как идет Ну, так что, будем сегодня тренироваться или как? Прошу прощения, опоздал Ну, да Если уж спортивный директор опаздывает То чего же требовать с игроков? Не понял? Я думаю, вы все поняли Вы меня представите, или я сам? А, ребята Это, если кто не знает, ваш новый тренер Макеев Сергей Петрович Сергей Петрович, прошу любить со всеми вытекающими Ну, любить это уж как получится А вот требования мои выполнять беспрекословно И первое Приходите на тренировку вовремя Это касается не только игроков Че сидим? Кого ждем? Наше время идет Давайте, выходим на площадку, выходим Катим по кругу Ускорение от свистка до свистка Три раза лицом, два раза спиной И так, четыре подхода Четыре подхода? Ну, это для начала А там посмотрим Че за борзота такая? Да, спокойно, разберемся Сергей Петрович У вас ко мне еще какие-то вопросы? Скорее разговоры, желательно не здесь Давайте после тренировки А давайте сейчас А второй тренер вас подстрахует Кстати, познакомьтесь Я Юрий Михайлович Очень приятно Так, че, филоним? Работаем, работаем! Я вас внимательно слушаю Все, Дядя Петрович Если вы хотите, чтобы мы с вами сработались Я вам советую, при ребятах выбирайте выражай У меня нет задачи с вами срабатываться Ну, тогда я боюсь, вы недолго задержитесь на этой должности Боюсь, не вы меня на нее назначали Ну, че, вы решили начать с конфликта? Я решил начать в 11.00 Только в этот момент на площадке не было ни команды Ни второго тренера Не расценивайте это как личный выпад Мою задачу вы знаете Молодежная хоккейная лига Так, что, может быть, будем как-нибудь вместе решать этот вопрос? Че вы орёте-то? У меня со слухом пока же все в порядке Не сомневаюсь Просто хочу, чтобы вот он Тоже слышал Я могу быть свободен? Да Спасибо Я смотрю, вы новый вид спорта придумали То есть, в хоккей все уже всего добились, да? Ну-ка, давайте в центр Вот ты Зачем ты занимаешься хоккеем? В смысле? Я что, не по-русски спросил? Нравится и занимаюсь Ну, а дальше что делать собираешься? Хотелось бы играть Ну, и, конечно, где-нибудь в Детройте, да? Это было бы замечательно Ты? А мне Бостон нравится В Детройте как-то не климатит Понятно Ну, а ты, Егор? Ну, мечтать не вредно Для начала в КХЛ бы попасть Потом про сборную можно подумать Ясно То есть, у меня здесь все будущие звезды собрались, да? А теперь слушайте все В России 63 тысячи профессиональных хоккеистов Из них человек 300 играет в континентальной хоккейной линии В сборной России того Человек 30 Так что шансов попасть у вас туда Ноль целых пять десятых Ноль целых пять сотых Ну, если 63 тысячи хоккеистов это 100% То ноль целых пять десятых это 300 человек А в сборной играет, как вы сказали, 30 Это в 10 раз меньше Значит, ноль целых пять сотых Это наш шанс попасть в сборную России Нашел время выпендриваться, ботаник хренов На твоем месте, Егор, я прислушался к брату Ну, так что? Хватит информации Тренироваться будем или дальше в цирк на льду играть Я не знаю, свяжете вы свою дальнейшую жизнь с хоккеем или нет Но я пришел сюда, чтобы сделать команду Я ее сделаю С вами или без вас Кому нравится просто так шайбу пинать Пожалуйста Залейте вон коробку во дворе и пинайте, сколько вам влезет Остальные встали на синюю линию Скорее поехали Парни, я что-то не понял Откуда он вообще к нам упал? Какой-то хрен с Бугра А мораль читает, как будто он Еромир Ягод Блин, Макеев, знакомая ведь фамилия, да? Так ты, что с одного Бугра Ну что, астронавты Я смотрю, у вас тут весело Ну, если веселиться, это хорошо Значит, все здоровы Правильно я говорю? Правильно Молодец Ни у кого ничего не болит, жалоб нет? Нет, Василий Геннадьевич Отлично А что касается Макеева Он в свое время играл в НХЛ И был одним из лучших юниоров Ну, это так, для справки А вы откуда знаете? Пересекались Все, берегите себя В НХЛ? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отец пришел Я вижу Миш Ты чего не на работе? Какая К черту работа, когда Не платят НХЛ, Демократы эти Достали уже Три месяца по ушам мне Я и так и одет Денег ХЛ. Ну, какие ты пьешь тогда? Ты это знаешь что? Что? Ты это Это что? Ты чего приперся-то? Я приперся? Я родил тебя, между прочим Правда? Больше никому об этом не рассказывай Ты как с отцом разговариваешь, а? Руку, руку пусти, боль уже Еще раз придешь, бухой всю лестницу лбом пересчитаешь Бутылку отдай, отдай бутылку О ботинках даже не вспомнил Какие люди Привет Марина, тебе бы что-то звонил вчера А ты трубку не брала Я спала Ну, Егор Что? Ну, пожалуйста Дайте поцелуй Марина Интересно? Егор, можно тебя на минутку? Разговор есть Слушай, а до завтра разговор не потерпит? На самом деле, Костров, ты что, в раздевалке не наговорился? Пойдем Не потерпит Извини Давай выкладывай, вы что думаете? А только быстро Слушай, извини, давай в другой раз, ладно? Странный какой Пойдем Как тренировка Нормально Ну, отлично О, Юрьевич! Слышишь? Юрьевич! Юрьевич, как это называется, а? Что это? Ну, я тут семь лет, как проклятый Вторым тренингом Нос в лед скапываю Дед ушел И что? Не звони подвинься, скапывай дальше, да? Все эти козлы борзли будут приходить у меня за поезд засток? А? Слушай, Юрьевич, я Макеева не назначал И что? Твое слово теперь веса не имеет? Слушай, что ты от меня хочешь? Все вопросы к Калинину. Он у нас меценат. И потом Что потом? Ты уверен, что ты за один сезон выведешь команду в молодежную либу? Ага. Вот и этот борзли козел тоже не выведет Не выведет, значит его снимут. Тебя поставят. Чего ты? Не парься А если выведет? Введет, хорошо. Ну что ж, в команде Значит, наша в том заслуга. У тебя же Васька есть? Ага Ну, давай приклей. Займы сделаем Юрьевич, сейчас не понял Я прошу прощения, ты случайно тренера Медведей не видел? А зачем он вам? Николай Сергей Вот скажи мне, Серега, ты вчерашний матч Медведей виден? Ну, видел Ну, и что скажешь? Да что-то говорить. Работать надо? Да какой работать? Тут и слепого ослуга, что в команде играют. Одни ботные А настоящие таланты сидят, сопли жуют на скамейке. Одним словом. Мафия А таланты это кто? Как кто? Баркин Это же вратарь от Бога Ну, я-то слышал, что у него с игровой статистикой не очень Серега, ты куда отошел? Ушел Александр Костров? Мы на него повлияли. Он должен бросить этот дурацкий хоккей Вы меня извините, но обычно после дурацкого хоккея я хожу в дурацкий бассейн. И сейчас я уже туда опаздываю Хам Сергей Макеев, номер двадцать два. Воспитник челябинской школы хоккея. Играл за южную сборную. В девяносто третьем за драфтовым клубом Монреаль Канадиенс Не понял. Ты че, серьезно? Всего семь игр в НХЛ Ну, да, но за семь игр он забросил шайбу и сделал две голевые передачи И все? И акцент полезности у него ноль И этот от ноль нас будет в хоккей учить играть, да? Ну, шайбу-то он забил Ага, одну Ну, и плюс две передачи Солидная прибавка к пенсии Всем доброе утро Ну, здрасте, здрасте Здрасте Десять пятьдесят пять Если кому-то нужно отдельное приглашение, то считайте, что вы его уже получили Че, Мик, твоя рассекает? Че это моя? Ну, не я же ее взглядом раздеваю Слышь Че, прям убил бы меня, да? Ты лучше вон товарищем займись Если б мою так лапали, я б давно уже так начистил Я не понял, а почему еще не на льду? Так занятый, Сергей Петрович Уже свободно? Выходим, выходим Кисляк! Да не смотри ты на шайбу! А на кого мне смотреть? На него что ли? И на него не надо! Иди сюда! Одним глазом смотришь на шайбу, вторым на защитника, а третьим вообще желательно видишь, что партнеры сзади делают Ага, нам бы еще мутанты треглазые, точно всех бы порвали Сергей Петрович, а про треглазые, это вас за 7 матчей в НХЛ научили? Ага, Кисляк! Кисляк, ты че? Ты хочешь посмотреть, чему меня научили в НХЛ? Ну, было бы неплохо, если не забыли, конечно А то вы как-то в теории больше сильны Я так понимаю, все хотят? Да хотят, хотят, просто дресит Кисляк! Андреев! Щукин! В защиту! Встречайте! Встречайте! Ну, в пустые я могу! Согласен! Дима! Щукин! Встань в калибру! Сам ничего, как манекены, жестче встречаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня все Все в душ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, Миха! Теперь хлюшку можно на аукцион! Целый Энн Хеллис в руках подержал! Зря ты ерничаешь! Раскатал он вас, как котят! Нас да! Были бы взрослые мужики, посмотрели! А ты что, не взрослый мужик у нас? О! Проснулся! А я думал, ты как уснул в воротах, так и спишь там! Слышно, да? Я бы тебя парализовал авторитетом! Слышь, Кислый, какая разница, что у меня там в Канаде было? Хотя бы он находился и матчи сыграл! А мы нашу голимую лигу выиграть не можем! При чем здесь это? А при том, правильно дед говорил, пахать надо, а не языком трынгеть! Давайте, парни, пока! Давайте! Куда это вам так резко? Как куда? Пахать? Извините, личная жизнь! Даля! Извини, а можно с твоего телефона позвонить? У меня в дворе и село! Да, конечно! Спасибо! А что это? Ой, прости, это случайно так просто получилось, я… Так и позвонить можно? Нет! Почему? Ну, тут ловит очень плохо, у меня баланс на деньгах! Нет, в смысле, денег на балансе нет! Вот, прости! То есть, твой щупоть опять поддинамил, что ли? Слушай, я перезвоню! Слушай, пацаны! Ну, надо! Пацаны! Наш тренер, по ходу того! Чего того? Нарик! Поехали! 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 С versatile! Поехалин! Ну, с твой だ non? Поехали! Поехали! Кoup, familзи. õ? Девочки, вераkten? Бол puisse club!